Всем добрый день! Мы рады приветствовать вас сегодня в нашей Open Art Academy. Это онлайн-школа рисования для взрослых и детей. Сегодня у нас встреча со Светланой Клименко. Это профессиональный художник, преподаватель нашей Академии. Светлана преподает более 10 лет, как взрослым, так и детям, и участвует в международных онлайн-выставках, кофейных онлайн-выставках. Сегодня мы с вами увидим вживую, как Светлана нарисует для нас кофе, нарисует тигра. Светлана, здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что вы нам нарисуете. Это открытка? Добрый вечер! Да, это новогодняя открытка. Следующий год у нас год тигра, поэтому тематическая открыточка такая, такой набросочек тигра будем нарисовать. Замечательно! Хотела предупредить, чтобы убрать комментарии внизу, если они вам мешают, да, вы можете просто смахнуть их пальцем вниз по экрану. И сейчас мы начинаем. Светлана, пожалуйста, вам слово, вам кисть в руке. Хорошо. Ну, значит, мы рисуем раствором крепкого кофе. Это растворимый кофе, туда капается кипяточек, разводится быстро с ложечкой. Вот, можно для аромата еще ванилин туда добавить. Вот, достаточно густой у нас, видите, вот раствор. Это как темная-темная краска у нас. И мы ее разводим водой, как самая обыкновенная акварель. Вот. Ну, начинаем мы. Акварельная бумага у нас самая обычная. Обычные кисточки синтетические, водичка. Салфеточку также нужно в ручке иметь. Ну, и начнем вот с фона. Как обычно, мы смачиваем предварительно бумажку. Вот, сделаем какой-то легенький фон. Вот, я сразу же сделала, чтобы не тратить время, предварительный рисунок тигра. И сейчас мы немножко порисуем. Вот. Теперь мы разводим кофе. Вот у нас палитрочка, это блюдце. Разводим какой-то светлый тон у нас. И вот, видите, ведет себя кофе, как обычная акварель. Так же можно и соль применять, как эффекты акварельные. Можно водичку брызгать, чтобы были разводы. Вот я люблю кофе за его аромат, его цвет. Можно вот так водой побрызгать просто капельки. Так живенько будет. Очень любят дети рисовать кофе, от их успокаивает. Сам напиток, он бодрящий, а когда дышь, вдыхаешь аромат, он расслабляет, успокаивает. Вот такой легенький фон. Я постараюсь максимально быстро порисовать. Наверное, в мастер-классах людям очень нравится, да? Да, вот они расслабляют, успокаиваются. Это все равно арт-терапия, она благотворно влияет. И на психосоматику, на настроение хорошее всегда после рисования у взрослых и у детей. Ну и опять же, мы это рисуем в тоне, поэтому здесь особых таких навыков не надо. Просто надо иметь желание и кофе под рукой. Интересно, как эта техника вообще возникла? Кто придумал рисовать кофе? Не знаю, можно ли вас отвлекать? Да, конечно, можно. Честно говоря, я даже не знаю, кто это придумал. Но в прошлом году, вот во время, как карантин начался во всех странах, локдаун, вот, начали активно проводить разные выставки онлайн. Вот, и тогда впервые я узнала, что есть онлайн-выставка «Кофейная акварели». Раньше как-то не придавала этому значения, что ещё кто-то этим занимается. Вот. И с удовольствием принимала участие. А из каких стран участвовали люди? То есть это такая всемирно известная уже техника? Да, международная выставка, очень много из других стран, причём очень красивые работы, профессиональные. Да, очень приятно мне было. Что-то, да, это активно развивается. Ну вот с ушек я начала. Мне ушки захотелось порисовать. А так обычно, как в акварели, от светлого к тёмненькому рисуем. Вот. Можно ещё чёрным лайнером сделать вот эти вот тигриной полосочки, тёмные, чёрные. Ну, мы сегодня рисуем просто кофе. А запах кофе остаётся, когда высыхает работа? Да, я ещё добавляю ванилины. С ванилией вообще прелесть. Очень приятный запах. Такой ароматизатор. Да, ароматерапия. Да, для ароматерапии. Да, в комнатах. Если много, вот у меня в студии, если много детей в комнате, там такой стойкий запах кофе. Очень приятный. Я в детстве очень любила ходить в кафе. Кофе не пила, но мне очень нравился запах кофе. Вся моя семья пила кофе, а я вдыхала аромат, поэтому я прекрасно понимаю сама фанта этого запаха. Да, у меня в детстве такое же было. Все любили запах. Хотя дети вот некоторые самые отважные пробуют. А концентрированный же раствор очень горький. И потом они разочарованно. Ой, какой невкусный. А когда рисуешь, хочется обязательно лизнуть кисточку. А как же, надо попробовать. А это растворимый, да, кофе? Да, это растворимый кофе. Причём там без разницы, какой фирмы. Можно даже и дешёвым кофе рисовать. Тот же будет эффект. Появляется уже тигр. Да, кошечка. Дикая кошечка. Мне иногда их надо подгонять, потому что я тоже, когда рисую, я могу расслабиться и никуда не торопиться. Меня это тоже очень расслабляет, успокаивает. Да, это такая медитация своеобразная. Да, потому я взяла толще кисть, чтобы поскорее это сделать. А вот интересно, кстати, когда вы преподаете детям, вы переводите же, получается, на такой более простой язык и более простые, наверное, образы. Допустим, не такой сложный фиг, а более простой. Потому что я буквально недавно записывала мастер-класс, для детей меня попросили, я там белочку рисую, и я поняла, что достаточно тяжело упростить, когда ты уже зависаешь над чем-то, уточняешь. А вот как вы с детьми в этом плане работаете, переводите на детский язык? Ну, мы начинаем, конечно, с простых форм. Я говорю, представьте, вот на что тело на сосисочку похоже. Вот игра, да. Когда, ну, мы когда все туловище рисуем, допустим, ну, вот как-то в какой-то игривой форме с ними надо общаться, чтобы им тоже интересно было, весело, с юмором, конечно. На их языке. Да, да, да. И недолго, долго они тоже не любят ничего делать, им нужно очень быстро все деть. А недолго это только полчаса? А? На работу. Недолго это сколько? Полчаса? Да, хотя бы за полчаса, да. Но некоторые готовы сидеть и час, а некоторым надо вот 15 минут, и все, они уже устают, переключаются, поэтому тоже надо максимально какие-то быстрые, интересные рисунки. У тигра уже появилось выражение. Сейчас, да, сейчас мы туловище сделаем, закроем максимально краской, вот, и дальше будем уже уточнять. Я, кстати, тигра рисую впервые. Очень хорошо звучит. Я думаю, до начала года набью руку, потому что будет и мастер-класс. Мы с детьми еще не рисовали тигра, я только приготовила им референсы разных тигров. Вот, еще пока. Хотя уже через месяц уже будет активная подготовка к Новому году. Так, черной краски у нас нет, у нас кофе, поэтому все будем прорисовывать коричневым. Я возьму потоньше кисточку. Такой он густой. Наши зрители, дорогие, поставьте плюсик, если все нормально видно, слышно. Не мешают комментарии, например, потому что комментарии можно смахнуть вниз. Вот я еще раз напоминаю, чтобы они не загораживали изображение. Я смотрю, у нас какой-то вопрос сейчас. Глянем. Есть ли мастер-классы, вот наша зрительница спрашивает, есть ли мастер-классы, где можно научиться рисовать? Научиться рисовать кофе, наверное, да, вы имеете в виду, Светлана? Да, у нас есть такие мастер-классы. Светлана Клименко известна среди наших учеников как раз как преподаватель кофейного мастер-класса, акварельно-кофейного мастер-класса на космическую тему. В процессе марафона, я, кстати, выше выкладывала ссылочку на этот марафон, можно в описании посмотреть детали. как раз на этом космическом марафоне вы вместе со Светланой нарисуете несколько работ, четыре работы с помощью кофе и акварели. Светлана очень подробно всё объясняет, и потом может дать обратную связь, если захотите, по этим работам. И да, можно, да, можно научиться вместе с нами рисовать. Присоединяйтесь. Если вдруг не хотите искать ссылочку где-то вверху у нас в чате, то можно всегда в профиле посмотреть общую ссылку на сайт. И на этом сайте есть список актуальных курсов нашей Академии. И среди них как раз в списке вы найдёте марафон космический, кофейный марафон. Кликайте на него, и открывается страничка с описанием. Так, ну, сейчас я полосочки нарисую. Дальше. Двигаться. Можно так ещё и мастихин переменять, чтобы вот шерстинки эти прорисовывать. Ну, так как у нас с ссылкой сегодня быстрый скетч. И мастихин можно, да? Да, конечно. Интересно. Не растекается, то есть прям можно наступить. Густой, наверное, кофе. Да, когда густой кофе, он немножко подсыхает. Можно мастихином. Я думаю, когда у нас ещё будут мастер-классы, я покажу, как применять мастихин. Не вся сразу. Да. Очень красиво смотрится одним цветом. Да, да. Такая гризаль. Более так, да, гризаль. Тем более, это такой рыжий цвет тигра. Очень гармонично. И космос. Мне понравилось кофе рисовать. Космическая тематика. Космос, он всегда увлечёт своей неизведанностью, таинственностью. Вот эти эффекты. Очень кофе тоже хорошо получается. Да, там такие работы потрясающие. Вроде бы просто, но в то же время так красиво. Так что мы советуем с ним, пожалуйста, посмотрите. Да, да, да. Если заинтересует, присоединяйтесь к нам. Там такие космические пейзажи, планеты, челнок на Марсе. Да, как раз красный Марс. Да, цвет кофе. Темные полоски делаем. Чуть темнее здесь. Можно насыщать так же вот по мере рисования, насколько нам позволяет густота нашей краски. густота нашей краски это наш тон. Вот почти он чёрный, когда совсем густая красочка. Можно также размывать водичкой. Вот. Кофе себе как акварель ведёт. Поэтому называется кофейная акварель. Вот размывали. такой тигр пахнущий кофе с ванилью. Угу. Где ещё такое встретишь? Да, жалко, не передаёт запах. Понятно. Немножко, наверное, бликует, да? Чуть-чуть, да, справа, посередине. Да, вот мне тоже, кстати, я рисую и мне немножко бликует. Конечно, когда яркое освещение. Угу. Ну, подсохнет сейчас не будет уже таких бликов. Всё вам понятно. Зрители, напишите нам, а вы когда-нибудь пробовали рисовать кофе? Просто интересно. Также ещё вином рисую, чаем. Чаем? Да. Кто-нибудь рисовал кофе или чаем? Напишите нам. Красное вино. Какие у вас были ощущения? Или хотите попробовать вот сейчас после этого небольшого мастер-класса, да, порисовать кофе? Так, это немножко в тени у нас сторона тигра. Да, вот нас комментируют. Очень красиво получается. Спасибо, Виктория. Это арт-терапия. Круто. Арт-терапия, да. Да, 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 да. Рисование очень успокаивает, очень расслабляет. В общем, надо получать от всего удовольствия, стараться. И это не сложно, это не надо каких-то специальных... Рисование кофе, не надо никакие краски дорогостоящие, не нужны какие-то специальные кисти, там белки, колонки. Обычно синтетическая кисть, обычно самая дешёвая акварельная бумажка, кофе. Расскажите, какие вы ещё, Светлана, ведёте проекты, кто-нибудь интересуется работами, кофейными работами, да, может быть, есть какие-то совместные проекты с кем-то? Ну да, у меня сейчас совместно с нашим музеем природоведения у нас уроки воскресные кофейные акварели. Детки приходят в музей, вдохновляются экспонатами, вот, и потом рисуем, что им нравится, вот какие животных они увидели, что им понравилось. Мы это всё потом воплощаем на бумаге, они вообще успокоившись, отдохнувши, родители имеют возможность отдохнуть, детки порисовать и счастливые с картинками уходят домой. То есть вы анималисты прям. Да, да, анималистику я очень люблю, я и акварелью пишу, и маслом анималистику, и кофе, в общем, всеми. В общем, выразительный получается, красивый, такой серьезный. Ну вот, чем больше работаешь, да, чем больше можно совсем взять тоненькие кисточки. Единственное, что кофе такой достаточно вязкий. Очень красиво получается, нам вот Светлана написала, наша зрительница. Спасибо. В ушках там волосики у него. Такую открытку не стыдно не только подарить, но можно еще и на стену повесить в рамочку. Да, конечно. А когда вы впервые начали, когда вы встретили вообще вот эту технику, впервые начали кофе использовать? Наверное, лет восемь назад я в первый раз столкнулась. Как случилось тогда любовь с кофе? Я вообще очень люблю этот напиток бодрящий. А когда увидела работы кофе, я не помню даже где, но меня настолько впечатлили. Я сразу уже попробовала. Вот сделала сама раствор. И вот у меня так все сложилось. То есть иногда видели, Да. Кстати, о работе на стене я писала большой портрет своей дочери, своей подруги. Вот. И как-то была выставка графики от Союза художников у нас там в Харькове. Вот. И я попробовала, подала эту работу кофейную на выставку графики. Ее взяли, она там так неплохо смотрелась, оформленная под стеклом. Поэтому, да, и туда тоже их можно. То есть не только специфические выставки кофейной акварели, а вот они на выставке графики тоже их принимают оказывается. А как потом случилось, что вы стали совмещать кофе и акварель? Это же тоже очень интересно. Ну да, хочется иногда каких-то акцентов какого-то еще дополнительного цвета, потому что это же теплый, а хочется еще какого-то холодного. Вот. И с акварелью тоже очень интересно. Интуитивно, да, так получилось? Да. Очень интересно, когда смешиваются разные техники, получается что-то новое. Мне кажется, так необычно. Ну да, хочется всегда поэкспериментировать, поиграться. Да, чуть-чуть у нас бликует правая часть мордочки. Может быть, его влево чуть-чуть сдвинуть. Ну вот, усы можно или белым линером. Сейчас попробуем. Или можно темной красочкой тоже прорисовать. А сохнет быстро? Сохнет, но достаточно быстро. Быстрее, чем акрил, но немножко дольше, чем акварель. И расход краски очень маленький, поэтому можно приготовить раствор кофе и очень долго им рисовать разные работы. Очень здорово. усы можно рисовать поверх мокрого тигра или нужно подождать, чтобы он высох? Или же высушить, можно поверх мокрого процарапать мастихином, а можно сейчас попробуем, здесь у меня есть белый линер. Вот так вот. Даже бородка здесь можно. Можно и шерстку здесь прорисовать. Но лучше подождать, конечно, когда просохнет. С этой стороны уже немножко высохло. Вот здесь усы нарисовать. Если там добавить глазки, можно тоже шерстку. Подождать нужно немножко. Хорошо. Друзья, напоминаю, что Светлана у нас ведет космический марафон акварельно-кофейный. Сейчас я скину ссылочку, где можно прочитать подробности этого марафона. Да, присоединяйтесь, вам очень понравится, друзья, я уверена. и хорошо проведете время. Ну и главное, конечно, чтобы это вдохновило и захотелось потом рисовать. Светлана, у нас есть вопрос от зрителей. Как приготовить кофе? В каких пропорциях кофе и воду? Вот пропорцию я не скажу. Я вот насыпаю, допустим, вот здесь одну треть чашечки растворимого кофе и завариваю кипяток, капаю туда и размешиваю постоянно. Я размешиваю ложечкой и вот видите, до такой консистенции. Если по чуть-чуть вливать водичку, не берется кофе комками, вот у нас получается вот такой. Если вдруг застынет, тоже кипяточком можно разбавить. И немножко ванилин я туда насыпаю. Не ванильный сахар, а ванилин, потому что сахар даёт глипкость. Вот, а потом на блюдечке как на палитре мы разводим водичкой, чтобы был светлый тон. Спасибо. Можно ещё рисовать, не знаю. Можно бы вам виднее. Вы автор, вам виднее. Нет, ну а сколько у нас там время позволяет? К сожалению, у меня сейчас, сейчас я проверю часы. 25 минут максимум ещё, но мы можем закончить в любое время. Хороший получается. Да, ну вот в принципе я думаю, чтобы неутомительно это было, можно на первый раз закончить. можно какое-то поздравление написать, так как это открытка, допустим, вот можно взять акварельную бумажку, вот формат А4, это так сложить, и вот на одной стороне нарисовать, а здесь можно написать поздравление какое-то, либо же взять паспорту, оформить, в рамочку ставить. Вот я ставлю подпись свою. Да, и потом покажите нам пожалуйста целиком, что получилось, сейчас у нас пока только мордочка видна. О, красавец. Да, 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 красавец. Ну что, друзья, как вам? Понравилось? По-моему, потрясающий тигр. Да, надо попробовать, то уже можно что-то придумать, какого-то своего тигра, можно из мультфильма, чтобы это было несложно. Друзья, пробуйте, творите, надеюсь, вы вдохновились нашим мастер-классом. Сейчас вот у нас вопрос какой-то. А, да, что все понравилось, пишут, что все понравилось. Спасибо, я очень рада, я переживала, конечно, может, не так все получилось, как хотелось, но... Но зато в реальном режиме. Да. Выкладывайте, рисуйте, выкладывайте ваши работы в соцсети, если хотите, отмечайте нас, нашу академию, и Свету, Светлану Клименко. Вот, мы с удовольствием будем ждать ваших рисунков. Нам интересно. Да. Очень интересно. Очень хочется, чтобы, конечно, люди вдохновились. Вот, долгими зимними вечерами было занятие по душе. для тех, кто еще не нашел себе занятие интересное. Как сказал один мой знакомый, художник, он очень самодостаточный, он всегда знает, чем заняться, ему никогда не бывает грустно. Конечно, да. Если плохое настроение, сразу нужно брать краски, кисть в руки и творить. И сразу обо всем забываешь, обо всем плохом. поднимается настроение. Особенно, если краски приятно пахнут. Это двойной эффект. Да. Практически 3D. Даже 4D. Да. И опять же, это можно в компании сделать. с друзьями. За чашечкой кофе. Можно друг друга нарисовать в кофейне. Сидите, например. И вам остался кофе для нас. Нарисуйте друг друга. Здорово. Здорово. Замечательный тигр. Спасибо вам большое, Светлана. По-моему, это такой заряд на вечер. у нас. Спасибо. Мне очень приятно. Всем очень понравилось. Поэтому мы очень рады. Благодарим вас за то, что вы нашли время и порисовали для нас сегодня. Я с удовольствием это сделала. Спасибо большое вам. Ну что, тогда прощаемся. До новых встреч. Я надеюсь, что присоединятся к нам все желающие порисовать компании. Это сделать намного веселее, интереснее. Да, друзья, пишите вам, пишите нам в комментариях, что вам понравилось. Может быть, вы хотите какие-то определенные сюжеты от Светланы для мастер-класса. Что-то конкретное хотите нарисовать с помощью кофе. Пишите нам ваши пожелания. Да, мы будем следить и постараемся ответить на все. Большое вам спасибо, дорогие наши зрители и Светлана, естественно. Теперь, конечно, сложно остановиться. Всегда хочется чтобы вы понравились. Я пока останавливаюсь. Мы выложим запись нашего прямого эфира, так что вы еще раз сможете посмотреть. Если какие-то детали вы не запомнили, вы сможете вернуться к записи и посмотреть, как готовится раствор с кофе, с чего начинать, как рисовать темные полоски и так далее. Все. Ну что, друзья, прощаемся с вами. Всего хорошего вечера. Хорошего, неспешного. Да. И творческих успехов. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова